В числе участников первой благотворительной акции «Белая книга» – блогеры, фотографы, бейсджампер, певцы, музыканты и предприниматели. Идея акции, по словам ее организатора Германа Токарева, родилась спонтанно. Возникла потребность помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Просто захотелось помочь детям, помочь людям, которые страдают, может, каким-то заболеванием, либо отсутствием любви, либо отсутствием внимания. Помочь этим детям и сделать для них какой-то подарок. Понятно, что акций бывает много и они разные совершенно. Кто-то помогает подарками, кто-то едой, кто-то вещами. Я решил эту акцию сделать книжной. Книжное направление выбрано не случайно. Герман Токарев не только прочитал огромное количество произведений, но и сам является автором нескольких книг. Название акции несет двойной, достаточно глубокий смысл. Белая книга, ну, во-первых, потому что белый цвет – это цвет доброты. Отсюда уже отталкивались. И второй смысл. Белая книга – это книга, которая имеет белые страницы. Белая страница – это чистая страница. И на этой чистой странице человек может начать свою историю, то есть новую историю, новую жизнь. Начать жизнь с чистой страницы и написать историю своей жизни. Среди азовчан много неравнодушных людей, поэтому организаторы надеются, число участников белой книги будет увеличиваться. Эта акция будет на постоянной основе. Мы, естественно, будем размещать ее на разных пабликах на наших, где все узнают о ней и захотят поучаствовать, сделать какое-то доброе дело для деток-инвалидов или же для детдома. Будем продолжать, в общем. Цель, чтобы как можно больше людей, которые хотят помочь кому-то, как можно больше людей привлечь из разных сфер. Это могут быть просто человек, который ничем не занимается, а может это предприниматель, бизнесмен, пожалуйста. Могут люди, которые сегодня участвовали в акции, они также могут и в следующем месяце поучаствовать. Это не возбраняется, это не обязаловка, это не какое-то жесткое правило. Но вот хотелось бы, чтобы как можно больше людей нашего города к этой акции привлекались, и мы вместе делали доброе дело. Книги, подписанные участниками первой акции, были переданы в Азовский Центр помощи детям. Белая книга будет проводиться ежемесячно. В планах на апрель расширить акцию. С нашей азовской художницей Юлией Майер мы хотим сделать такой мастер-класс для особенных детей. Они будут рисовать картину, которую впоследствии смогут забрать домой. Также для них будут организованы угощения небольшие. И это обязательный символ, так как белая книга – обязательный символ книга. Каждому ребенку будет подарена книга, которую он мечтает, которую он хотел бы прочитать. И вот таким образом его желание будет исполнено. По словам Германа Токарева, какие бы изменения ни вносились в проведении акции в дальнейшем, книга будет присутствовать всегда. Возможно, это доброе дело действительно сделает кого-то счастливее. Ведь, как известно, чтение уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо Продолжение следует... Продолжение следует...